Друзья, вам привет из индийского города Хайдарабад. Это столица штата Телангана, в который я приехал, ну, сталю посетить крупнейший в мире киностудии Раможи, но также погулять по этому старинному городу, и я вам расскажу про него. Тут очень много всего интересного и даже шокирующего. Какая тут замечательная проводка электрическая. А как тут все это легко ремонтировать? Вот где-то что-то замкнул, и главное сразу знаешь, какой шнур взять. Еще тут очень популярен сок сахарного тростника. Видите, главное, недорого стоит. Всего 10 рупий, но, честно говоря, вопрос гигиены тут хромает. Надо сказать, что большая часть архитектурного наследия Хайдарабада, столицы штата Телангана, индийского, относится к мусульманскому периоду все-таки. Тут, кстати, и мусульман очень много в этом городе, почти 50%. Ну и, собственно, вот это вот мечеть 15 века постройки. А мечеть сама находится на втором этаже. Вот, то есть, туда вот можно подняться и все это увидеть. Желающие могут перекусить, но я бы на вашем месте рисковать не стал. А вот тут женщина продает волосы. Кстати, это настоящие волосы, не какая-нибудь там китайская подделка. То есть, они сами эти волосы продают, сами стригут. Замечательно. Волосы секонд-хенд. А может быть и сёрт-хенд, то есть третья рука. Тут же рядом всякая фальшивая позолота. Тут же продают всякие вот такие вот штуки. А тут продают мороженое для детишек. В очках за 100 рупий не нуждаетесь? 100 рупий это примерно 1 доллар и 10 центов. Там курс 82 за доллар. О, какое там красивое здание. Такие сумочки с чар-минаром тоже за 100 рупий, за 1 доллар и 10 центов. В общем, туда наверх можно подняться. Вот туда на самый верх. Но за 300 рупий. У меня как раз 300 рупий и нету. Потому что я сегодня уже улетаю. У меня потом сегодня еще будет визит студии Раможи, как я уже говорил. Потом я улетаю. В общем-то, я не отложил достаточно денег на все эти вещи. Ну и вообще считаю, ну местные индусы туда заходят вообще бесплатно. А туристу сразу достают какую-то бумажку. И на этой бумажке написано, что типа ты должен им 300 рупий. За кого хрена, я не знаю. Не пойдем. А вот тут продаются всякие монеты. Я так понимаю, индийские. Но особой ценности в них нету. Просто какие-то старые монеты с разных эпох. Там до деноминации, после деноминации. Ну, на любителя. А там вот мужик спит. Арбузиком не желаете угоститься? Хороший арбузик. На солнышке лежит уже несколько часов. Все будет хорошо у вас с животом. А вот здесь вот находится самая большая мечеть. Причем не только Хайдарабада. А считается самая крупная мечеть Индии в целом. Ну, не по высоте, а по размеру молельного зала. Сейчас мы зайдем, посмотрим. Вот здесь вот принято оставлять обувь. Вот в таких вот кучах эту обувь кладут. И мужик за ней смотрит. Вот написано тут. Ну, в принципе, понятно. Мечеть их всегда снимает обувь. Вот это вход в мечеть. И там сама мечеть. Здесь, видимо, похоронены какие-то святые местные. Судя по всему. Так, мне тут уже кто-то машет рукой, что нельзя снимать. Все, я пока заканчиваю. В общем, я уже вошел внутрь мечети. Ну, что вам сказать. Она, конечно, большая. Но сказать, что там самая большая в Индии, я бы, наверное, не смог. Как-то довольно скромненько все. Ну, в путеводителях пишут в Лондель Плэнсу, типа, она самая большая. Либо, возможно, просто часть ее, например, закрыта. Ну, вот там вот люди молятся. Не, ну, понятно, что не сравнить громадными мечетями Каира или Стамбула. Ну, даже близко нет. Ну, наверное, по местным меркам считается действительно что-то такое огромное и неповторимое. Ну, на меня впечатление не произвело. Но, по большому счету, на самом деле, даже не важно, как выглядит мечеть. Все-таки это, в первую очередь, вопрос не в архитектуре, а вопрос в том, что люди приходят сюда молиться. А молиться, в общем-то, можно, ну, где угодно, не имеет значения, большая мечеть или маленькая. Ну, как церковь или синагога. Гуляя тут по улицам Хайдарабада, на интересный постер наткнулся. Легенды никогда не умирают. Обратите внимание, кто тут. Тут Айтала Хамини, Хаминаи. И вот этот вот слева, это глава иранского Паздарана. Помните, вот эти Басиджи, Паздаран, вот это вот. Стража исламской революции, короче говоря. Казалось бы, что все это делает в Индии. А там рядом шиитская иранская мечеть, вы посмотрите, вон, шиитская мечеть. Вот такое дело тут. А вот так вот моют посуду, из которой потом вам накладывают еду. Рискнулся в такую странную будку, на которой писал drinking water, то есть питьевая вода. Так, а это что? Это едет мощный индийский автобус, брутальный. Слушайте, вот вы бы рискнули попить отсюда водичку? Так, это тук-туки. Вот отсюда рискнули бы водичку попить? Или все-таки жизнь дороже, а? Скажите мне. Разбивает лед. Вы заметили, что это лед? На улице плюс 40, а они разбивают лед. Так, это базарчик. Кстати, заметили крысы? Вот, здесь крысы. Здравствуйте! Где ты? Да, ну трэш, конечно, полный. Да, такой ксень, что я попал в ад. Не я один пришел тут снимать. Тут еще и индийское телевидение что-то снимает. Ну да, трэш полный. Кошмарная, кошмарная, абсолютно антисанитария. Просто даже смотреть на это страшно. Ну вот, ведь они вот это вот все едят. А тут, посмотрите, мухи, тут крысы. Они все это едят. Ой, смотрите, какие тут замечательные крысы. О, пожалуйста. Это вот, оно, собственно, выложено на продажу. Вот так вот, прямо вот. Гоет в какой-то грязной воде и бросает сюда. А вокруг бегут крысы. Вот, пожалуйста, уже крысы выглянули. Почувствовали вкусняшку. Так, сей! Ребята, у меня начинаются кишечные спазмы от одного только взгляда вот на это вот. Посмотрите на какое красное, красное все такое. Острое. Вот так вот, руками все это набирают, руками бросают. Моют ли руки, вообще непонятно. Это, между прочим, человеку набирают порцию. Кстати, рядом с этим жутковастеньким базаром, с крысами и полной санитарией находится дворец одного из низамов. Низамы, это были такие правители, исламские правители штата Айдарабада 17, 18, 19 век. Ну-ка посмотрим. Такие массивные ворота, но ворота, ворота современные. Так, ну вот там вот видно дворец. Вот тут проверки у них всегда. Ну вот, сам дворец, он там чуть издалека виден. Тут мне уже сзади кричат тикет, тикет, тикет. Ну-ка давайте посмотрим, что про тикет. Думаю, тут с тикетами для туристов все очень плохо. Так, вот здесь продаются билеты. А вот здесь вот ценник. Так. Смотрите, для индусов стоит 100, а для иностранцев стоит 400. Причем, если хочешь пройтись с телефоном, еще 50. Блин, ну офигели, ребята. Я считаю, что это неправильно. Вот вроде бы фиг с ним, но 400 рупий, ну это не так уж фантастически много. Это где-то 7 долларов, например, да? Но почему для индусов в 4 раза дешевле? А обычно бывает даже в 25 раз дешевле. Кстати, обратите внимание, что мусульманские женщины здесь ходят в никабах. Такое ощущение, что это как будто бы Саудовская Аравия или Йемен, или что-то такое. В общем, какие-то они здесь очень-очень набожные. Так что просто все мусульмане тут ходили в никабах. Это поразительно. А знаете, что это продается? Это виноград. И стоит он 80 рупий за килограмм. То есть примерно 1 доллар за килограмм. Ну, я не могу сказать, что это прямо сильно дешево. Я ожидал, что будет дешевле. Причем в такой лавочке возле дороги должно быть дешевле. Так, арбуз 20 рупий за килограмм. Эти по 10. Так, попрошайка. Кстати, а вот эта вот река, которая протекает через Хайдарабад, называется Муси. Река Муси. Ой, господи, какая здесь грязь. Охренеть. Грязюка вообще редкостная. Так, а это автостанция. Ну, это городская автостанция, не междугородняя. Тут подписаны районы города и куда какой автобус идет. Но автобусы вот такие вот. Россия. С computing, gazsa southeast. Особорный baking. Что надо себе это. Следом выбор двигатель. Продолжение следует... Реком tuvese. Дюйта. Сергей. Сowing. Сама. Дюйта. Сorrow. Но все было... Амин. С Milky.